Без ПЦР-теста нельзя. Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до 25 января, поэтому попасть в регион можно лишь предъявив результаты отрицательного теста на коронавирус. Однако в нашу редакцию поступило сообщение о том, что в аэропорту на днях не проверили наличие справок у пассажиров рейса из Архангельска. Юлия Казначеева продолжит тему. Ненецкий округ – единственный регион в стране, где приезжающие из других субъектов обязаны представить результаты ПЦР-тестирования или уйти на самоизоляцию. Данная мера была введена главой региона еще 11 мая 2020 года. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 31 августа мера была отменена. Но 15 октября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией необходимость предоставлять справку об отрицательном ПЦР-тестировании снова появилась. Жители округа к такой ограничительной мере относятся по-разному. Я думаю, они целесообразны и, наверное, свою эффективность они приносят. Я не знаю, насколько оно эффективно. А где сдавали тесты? В Архангельске. И было ли это для вас проблематично? Да, очень. Я не смогла сдать его 8 числа в праздники, и поэтому прилетела задержка. Обычно по прилете в здание багажного отделения образовывалась небольшая очередь на проверку наличия ПЦР-тестирования. Впрочем, 13 января у пассажиров рейса из Архангельска справки никто не просил. Прибывшие спокойно забрали вещи и ушли домой. Часто летаю в округе и вообще в России. И округ – это последний регион, где по прилету нужно предоставить тест на данный момент. Наверное, нет смысла эту меру более использовать. По примеру, больших крупных городов. По прилету, возможно, необходимо измерить температуру бесконтактным способом, как это делается практически во всех крупных аэропортах. Ну и все. Со слов исполняющего обязанности руководителя департамента здравоохранения Елены Левиной, по техническим причинам пост контроля в аэропорту временно не функционировал. С 14 января все восстановлено и работает в стандартном режиме. Мы эту меру сохранили ввиду того, что сейчас стали жители возвращаться. Для того, чтобы нам обезопасить наше население, учитывая нашу отдаленность и невозможность очень быстро выехать, в случае чего, то считаю, что мера эта очень действенная. И для того, чтобы нам сохранить наше население и не перегружать систему здравоохранения, эта мера должна быть сохранена. В январе 2021 года в Наринмар стали прибывать и по временной дороге из республики Коми. Но так как зимник официально не открыт, контроля за приезжающими не ведется. Что касается зимника, с момента его открытия на въезде в город развернут стационарный пост контроля, где у каждого прибывающего будет проверяться наличие справок или же даваться предписание о выходе на самоизоляцию. Юлия Казначеева, Владислав Носкин, Телеканал «Север».